На фасаде своего дома иркутяне вывесили баннеры с лозунгами, чтобы привлечь внимание властей к тому, что их проблема не решается. Администрация Иркутска через суд заставляет их снести дом, в котором они живут. По предварительной оценке, цена вопроса – 350 миллионов рублей. Если разделить эту сумму на 137 семей, проживающих в доме, то получится, что каждая должна выложить по 2,5 миллиона и остаться без жилья. Все суды они проиграли, в Верховный пойти не смогли. Люди здесь живут простые, таких навороченных людей нет, у кого бы были средства, чтобы сейчас нанять адвоката, потому что вот эта проблема требует дорогостоящего адвоката. Ну вот, и поэтому мы даже не смогли подать апелляционную жалобу в Верховный суд. Жители дома написали заявление в суд с просьбой отсрочить исполнение решения. Получили отсрочку на три месяца. В прошедствии этих трех месяцев мы не знаем, что будет с нами. То ли нас выгонят в течение месяца, то ли, не знаю, как раз, может быть, мы объявим голодовку, обратят внимание, и тогда, может быть, что-то сдвинется с места. Намерение объявить голодовку – вынужденная мера. Митинг люди уже проводили. 14 февраля тогда к ним приехали депутаты городской думы и помощник депутата Государственной думы Александра Якубовского. Обещали юридическую помощь и поддержку в различных госинстанциях. «На сегодня эти товарищи не выходят ни на связь, общаться с нами не желают. И, соответственно, я так понимаю, что это был своего рода пиар, чтобы заработать очередные баллы для себя, так скажем». Жители дома надеялись также на поддержку тогда ещё председателя правительства Руслана Болотова. Но тоже, судя по всему, зря. Руслан Болотов, будучи тогда весной 2020 года, исполняя обязанности председателя правительства, говорил, что всецело нам будет содействовать, будет нам помогать, что его правительство социально ориентировано. На сегодня, став мэром города Иркутска, он не желает с нами не встречаться, это первое. И второе, отправил нам письмо, в котором четко изложил, что соответствующей помощи нам не будет. Помощь будет только в рамках, возможно, с носа дома. Всё. А какой-то реконструкции, какой-то другой либо помощи или предложение со стороны данной структуры нам не поступало. Будучи временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, издал указ о помощи жителям Пескунова-40. Он вступит в силу с 1 января 2021 года. Но и эти 25 собственников смогут получить выплату лишь по 47 678 рублей за квадратный метр. На покупку нового жилья им не хватит. «В данном районе квадратный метр, он даже не 80 тысяч, вы можете за вашей спиной посмотреть, там идет от 90 тысяч квадратный метр новостройка. И вторичное жилье, которые старые хрущевки и панельки, они идут от 80 тысяч выше стоимость квадратного метра». Собственно, поэтому большая часть жильцов дома – сторонники его реконструкции. Они не доверяют экспертизе, которую приняли во внимание суды и которая говорит о том, что их дом небезопасен. Люди верят предыдущим исследованиям их дома, которые говорят об обратном. Именно это они хотят обсудить с действующим главой региона. «Губернатор Иркутской области Игорь Иванович Кобзев также нас игнорируют». Как бы несмотря на то, что у нас, кстати, создана рабочая группа по дорожной карте, эта дорожная карта на сегодняшний момент не обсуждалась и не обсуждается. В силу каких причин, мы затрудняемся ответить. Пока ситуация очень острая, очень критическая. Люди в недоумении, в непонимании, что дальше делать, как действовать. Некоторые наши готовы идти на крайнюю меру. Это сами понимаете, голодовка – это людям просто деваться некуда. Куда деваться, куда уезжать. По словам жильцов, на днях у них запланирована встреча с заместителем председателя правительства Иркутской области Евгением Левченко. После нее и будут решать, что делать дальше. После появления в СМИ первых материалов о протесте иркутян, пресс-служба губернатора и правительства при Ангаре распространила пресс-релиз. В нем говорится, что проблемный дом на Пескунова-40 на постоянном контроле межведомственной рабочей группы. Директор Фонда защиты прав дольщиков при Ангаре Роман Лиходиевский заявил, что это беспрецедентный случай для России. Региональное правительство ищет способы оказать людям помощь. Напомним кратко хронологию развития событий. Дом по улице Пескунова-40 возводила ООО «Метроса». Строительство велось без государственного стройнадзора. В 2008 году арбитражный суд Иркутской области удовлетворил иск администрации иркутска компаний-застройщику с требованием снести самовольную постройку. В 2013 году мэрия и застройщик заключили мировое соглашение. Застройщик обязался завершить строительство, но не выполнил обязательства, а за это время продал квартиры. В 2015 году метроса была признана банкротом, а в 2019 исключено из Единого государственного реестра юридических лиц. В 2016 году администрация Иркутска обратилась в суд с исковым требованием о сносе объекта. Строинадзор Иркутской области зафиксировал 38 нарушений технических регламентов, сводов правил, допущенных при строительстве жилого дома. В 2019 суд вынес решение о сносе жилого дома за счет собственников.